Здравствуйте! Здравствуйте! В эфире ток-шоу «Такие разные» и мы его ведущие Людмила Чуйко и Роман Пеканов. Тема нашей программы – новогодние истории. Такие специальные выпуски программы уже стали традиционными на нашем телеканале. Сегодня у нас в студии наши коллеги, сотрудники медиахолдинга «Губерния» и друзья нашего телеканала. Давайте поприветствуем друг друга. У нас сегодня такая праздничная атмосфера, повод для встречи. Новый год – это самое волшебное, наверное, время в году, когда можно отдохнуть и встретиться уже друзьями, коллегами в неформальной, но при этом телевизионной обстановке. Мы бы хотели сегодня узнать и еще ближе с вами познакомиться, как отмечаете Новый год, какие традиции, может быть, и с детства, может быть, уже своим детям и друзьям прививаете. По каждому сегодня пройдемся, узнаем все в подробностях, расскажем свои истории. Но первую вот хотим услышать, например, от нашего коллеги Павла Богословского. Что для тебя Новый год и какие ассоциации? Новый год – это хоть и какая-то дата в календаре 31 декабря, 1 января, однако это время, когда стоит задуматься вообще о том, что принесли тебе 365 прошедших дней и что ты планируешь на следующие 300, ну, в данном конкретном случае 366 дней, високосный год будет. Вот. И обязательно это семейный праздник. Вот в этом году, кстати, мы более осознанно к нему подошли, потому что наша старшая дочь, ей 16 лет, то есть, в принципе, уже это тот возраст, когда не очень хочется с родителями отмечать. Ей было, ей предлагали встретить Новый год вне дома, она сказала, нет, Новый год – это семейный праздник, я буду отмечать 31 число, 1 число с родителями, никуда не пойду. А ты бы отпустил? Мы удивились. Я бы отпустил, на самом деле, потому что я прекрасно понимаю, что 16 лет – это как бы, ну… Тем более я знаю, куда, это в соседний подъезд, там не страшно. Решил задуматься, а действительно есть какие-то традиции, потому что, ну, когда ты их делаешь, ты не особо задумываешься над ними, да, что, а, так, вот у нас есть традиция, чтобы вот это. Нет, оказалось, что у нас действительно есть очень много традиций. Первая традиция – это из моего детства, наверное, это, скорее всего, у всех присутствующих нашего поколения есть образ той самой картонной или деревянной коробки, в которой лежат советские игрушки, еще стеклянные, переложенные ватой и газетой. Вот до сих пор в моем родительском доме у родителей хранится эта самая коробка, которую мы достаем, или они достают и украшают елку. Это, наверное, самое яркое впечатление конкретно из моего детства. Но вот в моей семье мы решили, даже не решили, а так получилось, что образовалось сразу несколько новогодних традиций. Например, первое, я сегодня не с пустыми руками, вот такой новогодний венок, и это хендмейд, это сделано собственными руками, причем сделано, опять же, упомянутой мной сегодня нашей старшей дочерью. Причем... Я буду рассматривать все в деталях, все, что принесли. Показывай. Если будет что-то съедобное, мы будем есть прямо здесь. Там есть два орешка. Я уже проверил, там есть два орешка, а перчик, он пластмассовый, так что не стоит. Аккуратней. Хорошо. Небольшая история по созданию этого, на мой взгляд, шедевра. Шедевр, мы согласны. Привет его автору. Его сделала моя старшая дочь, Василиса, когда ей было, ну это лет семь назад, порядка девяти лет. То есть это с виду вроде серьезная работа, которая может стоить немало денег, но вот это сделано очень-очень, на самом деле, маленькими ручками. Вот, бабушка ей помогала, потому что бабушка, моя мама, тоже рукодельница, на все руки мастер, и они вдвоем вот создали. И, как оказалось, это стало хорошей, это самый первый венок, который они сделали вместе, он остался в нашем доме, а потом уже каждый год Василиса с бабушкой делают венки и раздают их, дарят по родственникам, по друзьям, крестной и так далее и тому подобное. То есть даже в Москве есть подобный веночек, они все разные. И это настолько хорошая и добрая и светлая история, что объединение, знаете, вот двух, вернее, трех, получается, поколений, бабушки и внучки, сейчас младшую дочь пытаемся к этому же делу приобщить, а как раз ей 9 лет, 10 в этом году. Хочется дальше спросить у Екатерины Батищевой, у Кати, коллеги, у тебя с чем ассоциируется Новый год? Услышала недавно такое выражение, что Новый год, он нужнее взрослым, чем детям, на самом деле. И мне кажется, это очень правильная история, потому что, когда мы взрослеем, эта сказка, она от нас уходит, и мы более цинично, более прагматично, и рациональнее начинаем относиться к этому празднику, а нам так всем не хватает волшебства на самом деле. И вот это время, когда, мне кажется, стоит задуматься действительно не только о том, что было в эти 365 дней, но и о чем-то таком волшебном и чудесном. И когда вы попросили принести какой-то аксессуар новогодний, о котором вы хотите рассказать, на самом деле я... Вот моя коробочка, но я хотела принести не ее, потому что я думала какую-то игрушку новогоднюю принести, которую украшаю елку, но беседуя со своими коллегами на работе и готовясь к вашей программе, мы начали вспоминать какие-то новогодние истории. Я вспомнила, что моя дочка Маша, которая сейчас 14 лет, она до какого-то определенного возраста, там лет до 9 до 10, она писала ежегодно письма Деду Морозу. И, конечно, она клала их на подоконник, эти письма, потом утром Дед Мороз их забирал и потом приносил подарки. Ну, то есть это была такая традиция, такой ритуал, который у нас был соблюден каждый год. Но куда девались эти письма? Конечно же, эти письма я уносила. Куда я их уносила? Уносила я их на работу. Потому что, чтобы Маша их не нашла и не увидела, что мама где-то припрятала. То есть сейчас Маша впервые может узнать о том, что все письма Деда Мороза были у тебя на работе. Да. Более того, я сама об этом забыла. И только вот общаясь в неформальной обстановке со своими коллегами, я об этом вспомнила. Залезаю к себе в ящик своего стола рабочего, а у меня там, представляете, лежат вот эти письма. Обалдеть. Они закрытые, они не открытые. Я их открывать, если позволите, не буду. Я передам их Маше. Конечно, хорошую тайну. Да, да, да. Но это действительно то, что она делала. Вот она таким образом здесь и наклеечки наклеивала, и толстенькое письмецо здесь. И вот когда ты это видишь и осязаешь, сейчас ребенок уже в подростковом возрасте, большая, ясное дело, что Новый год немножечко приобретает уже другие очертания, но когда ты находишь это письмо, видишь вот эти вот такие буквы, да, когда ты видишь все эти такие наивные наклеечки, ты понимаешь, что, господи, ну на самом деле это же сказка, это волшебство, это такое чудо. Есть вот тоже рисуночки, я нашла вот. Ничего себе. Вот такие, да, Деду Морозу, да. То есть это вот с Новым годом, отмашеньки. Вот, ну понимаете, то есть мы на самом деле вот сейчас, да, мы забываем об этом. Взрослые люди абсолютно, мы теряем вот эту новогоднюю магию. И это очень жалко. И хочется, чтобы вот на самом деле это сохранялась, эта энергия, чудеса, волшебства. Ее дарят, конечно же, вот мандарины прекрасные, конечно, прекрасные гирлянды, чтобы вся эта атмосфера, она действительно жила в нас. И не только вот там, знаете, с 31-го до 1-го, а чтобы как можно дальше ее продлить. Потому что, мне кажется, это самое ценное, то, чем мы напитываемся. И на самом деле вот эта новогодняя пора, она же из детства, она нас питает всю жизнь. Это вот мое глубокое убеждение. Дальше хочется передать слово Фанте. Фанта, расскажи, как у тебя обычно проходит Новый год и вообще, что это для тебя за праздник? Если честно, я пока слушала коллег своих, Павла, Катю, задумалась, что буквально, наверное, в этом или в прошлом году отношение мое к Новому году перевернулось. И вообще отношение к подготовке к Новому году. Раньше я всегда ориентировалась на традиции из моего детства. На те игрушки, какие были. И сейчас они у нас есть, эти стеклянные игрушки в коробке. Их трогать нельзя ни в коем случае. Никому? Есть маленькие ребенка. Ну как, относительно маленькие. Или только тебе можно трогать их? Ну и мне желательно. Не надо. Кто его знает? Собака, кот. Нет, нет. Это вот прям хранятся они, мы не дышим. Мне кажется, у них даже запах остался. Вот этого моего детства. В этом году я спросила у сына, говорю, Тимофей, что мы будем делать на Новый год? И он так на меня посмотрел, как будто я необразованный человек. Мам, ты что, у нас же традиция. Я говорю, да, какая? Ну мы встречаем Новый год с Владой, с моей подругой. То есть у нас есть близкие друзья, семья, с какими мы действительно встречаем каждый Новый год. Я осознала это только в этом году. Прям вообще никаких вариантов нет. И они готовятся, несмотря на то, что его подруга старше на год, и уже у нее появилось желание отметить этот праздник где-то с более взрослыми друзьями. Нет, 31-го мы встретим все вместе, будут бенгальские огни, мы будем слушать обращения президента, обязательно есть мандарины. И потом уже каждый займется своим делом. Вот, это, собственно, такой момент, когда осознаешь, что традиции новогодние, они меняются. Уже не под тебя, уже под твоего ребенка, как-то неосознанно. И это очень интересно для меня. Что еще? У нас каждый год дома появляется новый житель. У нас, да, такая же большая... Ты имеешь в виду питомец или просто... В этом году дракон будет. И это не питомец, да, 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 да. На самом деле, сейчас наблюдая за всеми красивыми вещами, какие принесли наши коллеги, я вспомнила, что у меня есть подруга, которая мастерит куклы, разные игрушки, и каждый год она дарит гнома. Они все разные. Есть какие-то с бородой, есть с палкой, есть с колпаком. Все вообще разные. Но в этом году у меня уже заставлен весь подоконник ими. То есть, вы понимаете, мы и дружим уже долго, получается, да. Они сидят под елкой, под елкой, у ребенка в комнате. Так что у нас вот такая вот большая веселая семейка уже с новыми традициями. И я думаю, только будут они пополняться. Но предновогодняя суета телеведущей, она какая? Она, главное, себя приукрасить. Ну и елку тоже поставить там с семьей. Или же это все-таки, как в традиционных фильмах, нарезать салатов, быстро всех согнать гостей, семью. Алло, мамы, бабушки, все приходите. Я здесь наготовила, помогайте. Признание на всю страну. Да-да-да. А предновогодние, наверное, последние дни перед Новым годом, это просто лечь вот так вот и полежать. Неужели денечек остался, что можно уже елка наряжена? Салаты, слава богу, мама порежет. И мы как бы к ней придем и все это перенесем к нам в дом. И успеть все сделать на работе, чтобы наши телезрители, дорогие, радовались и чувствовали вот эту вот атмосферу Нового года. Потому что чем больше позитивных эмоций мы дарим, тем лучше вообще атмосфера вокруг. Люди классные, они сияют, и Новый год чувствуется в разы сильнее. Если телевидение может работать в записи, то, наверное, радиоэфиры, скорее, традиционные. Это прямые эфиры. Никита, как у тебя проходит 31 декабря? Может быть, как и обычный, каждый день за микрофоном в студию, а уже потом быстро бежать на бой курантов к семье. Расскажи о твоем 31 декабря. Традиционно, наверное, очень долгое время, лет, наверное, с 15, для меня Новый год это был рабочая ночь. И, в принципе, этот праздник так замыливался, потому что я успевал добежать, и то не всегда, до дома. Фактически, либо перед курантами, либо буквально куранты и сразу убегал. И, наверное, последние лет пять все-таки я вошел во вкус именно домашнего времяпрепровождения. Слушайте, это так круто. Ты пошел в нужный возраст. Наверное, да. Семейных традиций. Все вместе, да, это так получилось. И, безусловно, застолье, еда, какие-то вкусности. Вот, наверное, это то, что меня лично всегда привлекает. Потому что стол все равно на Новый год, он должен быть каким-то, может быть, не очень особенным, но очень домашним. Обязательно какой-нибудь салат оливий. Мне кажется, можно придумать любые рецепты, каждый год искать новые. Но чтобы кто-то в семье обязательно скажет, оливье или подшубы должны быть. А все остальное можно уже экспериментировать. А лучше не торопишь, чтобы вы принесли. Да. Но если это кто-то приходит. На студии есть радиоведущая Наташа Ростова. В этом году ты приехала к нам в Воронеж. Совершенно другая атмосфера, другие друзья, другое окружение, а, возможно, даже другие традиции. Расскажи, как пройдет этот Новый год для тебя и какие, может быть, традиции ты привезла с собой. Вот хорошо прям вы начали. Все-то вы знаете. На самом деле начнем с того, что действительно будет первый Воронежский Новый год. Поэтому каков он? Вот мы и посмотрим в Воронеже. А с кем собираешься праздновать? Я собираюсь праздновать с любимым человеком и с его семьей в том числе. Но я думаю, что мы и погуляем. И, значит, свои традиции заведем обязательно. Как, кстати говоря, встречают в Саратове, могу рассказать. Те традиции, которые были. Но у меня есть вопрос к Екатерине. Очень важный. Екатерина сказала, что, уважаемые взрослые, сохраните, пожалуйста, чудеса для детей. В смысле Деда Мороза не существует? Я верю, до сих пор он приходит. Забудь то, что она говорила с письма. Не верите, по минуточку просто. Да, мы правильно друг друга поняли. Хорошо. Да, если говорить на самом деле серьезно, то Новый год для меня это, ну, банально, но это время чудес самых настоящих. А 2023-й это год чудес. Так уж сложилось. Жизнь крутанулась на 180 раза три, наверное, подряд. И привела меня не в столицу, не в культурную столицу, а в столицу Черноземья. Вот мы и встретились. Да, в Воронеж, чему я очень рада. И я могу сказать, что с самого раннего детства для меня Новый год это огоньки. Я долго думала, а у нас бывали батлы с мамой, синие или серебряные. Не синие и не серебряные огоньки. Знаете, какие? Золотистые. Золотистые, почему объясню? Дело в том, что дедушка, он у меня рукодельник, он, значит, сделал гирлянду из микролампочек. Ну, представьте, обычная лампа накаливания, только очень маленького размера. Он сделал из нее гирлянду и сделал деревянный ящик. Совершенно было непонятно зачем. С подставкой для елки. И вот тогда-то, я помню, мне было, наверное, года четыре, я это прямо отчетливо помню, елка была в эту коробку вставлена, гирлянда была намотана. И он говорит, подойди, пожалуйста, и нажми вот, ну, просто кнопку. Я нажимаю кнопку, загорается гирлянда. Он говорит, а нажми еще раз. Елка начинает крутиться вокруг своей оси. То есть он собрал вот этот деревянный ящик, и там, естественно, как уже вспоминали, да, сегодня, это два Деда Мороза из ваты, белый был и красный. Я всегда гадала, из какого мешочка в этом году будет подарок, потому что у них, ну, у каждого был свой мешок. Но в какой-то момент для меня очень классная традиция, помимо о гирляндживании, значит, квартиры и свечечки всевозможные, бенгальские огни, это все понятно. Стали, вы не поверите, я начала встречать оленей под Новый год. Ну, это хороший знак. Что бы это ни значило. И не саратовские оленя. И не саратовские оленя, да. Те самые. Дело в том, что дело было на предновогодней какой-то ярмарке, значит, ну, я понимаю, неожиданное признание, я сама в шоке. Вот. Значит, это предновогодняя ярмарка. Ярмарка всяческих там и съестное, и, значит, игрушки. И вот там мы встретились, ну, теперь уже его зовут пират. А, вот почему это подводка. Вот. Дело в том, что у меня вот такая вот игрушка, мы с ним уже... Вообще его звали Оливер, но с сегодняшнего дня это пират, потому что при переезде он потерял один глаз. Мы потом найдем, да, повязку. В общем, я его увидела и поняла, что, ну, без него я не готова уходить. Притом я абсолютно не шла за чем-то конкретным. Просто он у меня, ну, живет теперь под Новый год постоянно. Карина, не даст соврать, в радиоэфире уже неоднократно, нравится ей или нет, но он с нами тоже проводит все три часа в радио-кафе Маяковский. То есть это твой талисман? Это мой новогодний талисман. И есть еще, знаете, такой тоже секрет, но я раскрою вам, вам раскрою. Благодарю. Заключительно, да. Значит, под Новый год обычно я встречаю оленя, и он передает мне подарок для кого-то. Возможно, для кого-то из этой студии тоже будет подарок. Ничего себе! Теперь точно еще больше хочется остаться до конца, и приглашаем вас туда. Да, поэтому посмотрим, какой будет Воронежский Новый год. Но на самом деле я уверена, что вот есть такая, да, тоже традиционная мысль, как встретишь, так и проведешь. Я встретила Новый год в Саратове, совершенно в другой компании. Могу сказать, что, видимо, где-то система сломалась, за что, опять же, да, большое спасибо 2023-му. Поэтому 2024-й я готова, встречай меня. Получается, не работает традиция, где встретишь, там и проведешь. Вот человек принесло к нам. Да, мне вот этого и очень-очень рада я, да. Яков, какие традиции есть новогодние? Я полностью разделяю, что это семейственный праздник, да, семейный, семейственный характер его, да. В этом году у меня появляется, возможно, сформировалась новая традиция. У меня же внук вошел в сознательный возраст, и он всем старается рулить. То есть елку мы наряжаем исключительно под его руководством, разбираем потом тоже под его руководством. Он рулит, какие игрушки вешать, какие не надо и так далее, и так далее. Поэтому я думаю, что и в процессе отмечания Нового года чего-то он там тоже придумает и, наверное, сформирует новую традицию. Наверняка. Самая яркая история за все новые года, которые были? Ну, не знаю, самая ли она яркая или нет, но она связана, скорее, с предновогодием. Потому что, я думаю, что традиция Нового года еще и в предновогодии заключена, да, как только проводит это время. Ну, в моей жизни было несколько таких коллективно-музыкальных предновогодий, да, когда я играл в школьном ансамбле, и потом после школы мы этого дела не прекращали. И вот я хочу вернуться в далекий 1977 год. Декабрь, предновогодие. Новогодний корпоратив в педагогическом училище в одном из городов Воронежской области. Да, все весело. Ну, педучилище – это девушки в основном, коллектив девичий такой, женский, но они пригласили своих там друзей, парней и так далее, и так далее. Мы играем этот вечер. Я барабанщиком был в ансамбле. Играем вечер, все идет нормально, там преподаватели, как всегда, все это, значит, чинно, благопристойно. Вечер заканчивается, программа подходит к концу, преподаватели примерно так уже рассосались там на 90%. И мы играем, значит, завершаем программу рок-н-роллом. Играем рок-н-ролл, народ завелся. И мы играем, играем, и в какой-то момент в зале вспыхивает драка. Ого! Да, вот эти ребята, видно, они дошли до определенной кондиции. И, значит, они под этот рок-н-ролл лихо начинают там махать руками, ногами, в общем, весело. А мы не прекращаем играть. Это такое забавное зрелище, доложаю. Настоящий профессионал. Когда под музыку идет драка. И они там дерутся, дерутся. Но самое прикольное заключалось в том, что мы закончили играть, и они закончили драться. А, так это вы их завели. Для меня загадка была. То ли их ритм заводил, то ли нет. Такой вот новогодний рок-н-ролл получился интересный. Очень весело. Ярка была веселая история. Буйная история. Вспоминаем часто. Это здорово. Но, на самом деле, многие из нас работают в новогоднюю ночь и в предновогоднюю ночь. А еще особенно театральная среда отличается своими традициями, своими какими-то капустниками. У нас в гостях Александр Сидоренко, режиссер, педагог театральных студий. Расскажите о мандариновой сессии. Что это такое? Что это за такое прям новогоднее название? Ну ладно, я начну с мандариновой сессии, как скажешь. Сначала начнем со студентов, а уже потом вернемся в свое студенчество. Ну, что-то мы первую зимнюю издавали. По-моему, это было с предыдущим курсом, да, с моим мастером Сергеем Санычем Наточием. И я говорю, надо как-то их поддержать. И так прям, ну, это пришло. Пришло. Вдохновение такое. Бах. Ну, давай-ка мы устроим мандариновую сессию. Ну, набрали кучу мандаринов. Ну, вот они сдали мастерство актера. И с тех пор мандариновую провели. А летом клубничную черешню вырешили. Все по сезону. Все очень вкусно. И с этим курсом закончили. Вот сейчас курс, вот они выпускаются. Эти уже привыкли, как бы. Уже привычно. Мы вносим черешни там, тазик, тазик клубники. И они очень любят, ну, и очень ждут. А вы просто? Да. Ну, да. Похоже, похоже. Очень интересно. Сегодня рассказывают все. Прям здорово так. Дело в том, что я молодой отец. Мы поздравляем вас. Да. И вот вы, правда, говорите. Ну, сейчас вот Лизе вот и год. Чуть больше. И как, да, мы реально сейчас заходим вот на эти самые традиции. Ну, я одно решил, что я не буду для нее Дедом Морозом. Почему? Ну, мне кажется, я хочу продлить ей этот праздник. Я позову. У нас есть там Михаил Михайлович Кривов. Так все-таки Дед Мороз будет. Да, у нас есть артист такой. Михаил Михайлович Кривов, заслуженный артист. В Тюзе работает. Мой однокурсник. Много нас связывает. Неважно. Есть кого пригласить. Вот. И он ездит ко многим актерам. И все хвалят его. Я говорю, Миша, ну, тут тоже ко мне обязательно приедешь. А вот про историю я тоже вот слушаю. Яков интересно рассказывает. Я как раз работал, начинал с 93-го года новогоднюю ночь проводить на работе. Работы были разные. Время было интересное. Я помню, идешь по улице в костюме Деда Мороза. Ну, вот такой тренинг актерский. Ты просто вышел с одной работы и идешь на другую. Думаешь, праздник, классное ощущение. Ты молод, силен. Останавливается машина. Говорит, слышь, дед, залезай. На этом сказка закончилась. А куда? Нет, ну, а что? Ну, говорю, куда? Куда едем? Ну, и поехали. Да. Ну, человек, армянин хороший. Да, поехали. Там целый дом детей. Где-то час заплатили. Все. У тебя тоже такая хорошая, театральная, насыщенная жизнь. Расскажи. Я забыл рассказать самый главный секрет, который я сохранял до... Этого момента. Ну, практически. Практически нет. У нас сегодня программа секретов. Сейчас-то мы все взрослые уже. Вот Наташа верит еще в Дед Мороза. Оставим ее. Да, Катя, Катя, тогда лучше заткни уши. Вот. Фишка в чем? Фишка в том, что я-то знал всех Дедов Морозов. Лично. Лично, да, все правильно. Я так получил, что я с детства не верил в Деда Мороза, но я почему-то верил в Карлсона. Ты выбрал своего героя. Да, он приносил конфетки, которыми я всегда делился. Нет, не в Новый год вообще. Он может вообще в течение года принять. Дед Мороз, он-то только на Новый год приходит, а Карлсон всегда. Каждый год. А все Деды Морозы, а их много, они, естественно, были актерами, ну, в моем случае, драмтеатра, да, да и вообще, в принципе, всех театров нашего города. И, соответственно, я прекрасно знал, что вот Дед Мороз, который к нам пришел, это дядя Толик Гладнев. Дед Мороз, который сегодня в условном детсаду номер два, это мой отец, потому что я буквально вчера слышал, подросли большими стали, меня-то вы узнали, все такое же, я седой, но совсем как молодой. Повторяю. Да, и для меня Деда Мороза не было. Но волшебство было, вот к чему я хотел сказать. Волшебство, коли уж мы вспомнили 90-е, родители, которые, да, пытались сделать каждый раз этот праздник каким-то чудесным и волшебным, потому что это было, ну, действительно, в конце 80-х, начало 90-х сделать очень сложно. Вот. И почему секрет? Потому что я помню, по-моему, это была нулевка, мне 6 лет перед тем, как мы уехали в другой город, на некоторое время отца пригласили туда поработать. И школу, Дед Мороз, известный мне. Все по-обычному. Да. И, собственно, когда он меня увидел, ну, среди детей, то есть это идет, вот это, ой, ребятки, привет. И все. То есть здесь как-то вот, ну, видимо, что-то человеческое, да, перещелкнуло, среагировало. Ну, то есть Никита, сын Юры. О, у детишки привет. И дальше вот эта вот сказка. То есть никто не понял. Наверняка из детей мне было приятно, но я никогда не... Разоблачал. Не разоблачал. Я никогда не говорил, что это не тот день. А тебе грустно от этого не было? Вот от того... А тебе грустно не было от того, что, ну, для тебя, по сути, не существовало Деда Мороза? Потому что ты всех их знал. У меня был Карлсон. Ему было во что верить. Да. И нет, потому что как-то было понятно с детства, насколько искренне хотят взрослые мужики подарить, подарить, да, детям праздник, стать Дедом Морозом. Наташа, ты хотела что-то дополнить? Да, я просто вспомнила историю из детства. Родители, чтобы занять меня и брата, они придумывали классные хитрости. У нас был серпантин. Чтобы вы понимали, серпантин такой прям вот из цветной бумаги, хороший, добротный, как в карнавальной ночи. Я помню, что я... А я была старшая сестра на минуточку, на 4 года, прямо аж старше брата своего. И, значит, нам выдали этот серпантин. Говорят, ну кидайте. А непонятно как, что это вообще такое. Очень интересно, но ничего не понятно. И, значит, мы кидаем. На люстру первый прилетел. В общем, за 5 минут мы стреляли весь серпантин. Он был в салатах, в волосах у тети. Короче, везде. Потом нам выдали хлопушки сюрпризом. Папа молодец, потому что хлопушка сюрпризом это сюрприз, улетевший непонятно куда. Возможно, на верхушку елки. И пока мы его не найдем. Ну как бы мы, в общем, были заняты. Дети были всегда заняты. А вот Никита сказал как раз про чудеса, про глаза ребенка. Я могу сказать, что в прошлом году и про Деда Мороза заодно. Сразу вот так вот закольцуем. В общем, ну так вышло, что вы помните про саратовских оленей. Они принесли ребенку. Да, у меня тоже есть ребенок, так уж получилось. Значит, они принесли волшебное письмо. То есть обычно дети пишут Деда Мороза. Дед Мороз внезапно вот это, да, значит, написал письмо. Что нужно было делать? Был Дед Мороз, у него в бороде были дырочки. Тридцать одна дырочка и белые такие вот снежочки. Каждый день мы с ребенком шли, он лепил единственный вот этот кружочек на место дырочки. Соответственно, когда вся борода становилась густой, практически пушистой, но бумажной, то наступал Новый год. Ребенку было это понятно. Но был момент, как только ребенок заклеивал дырочку, на елке, ничего себе чудо, появлялась конфетка. Конечно, она там появлялась с вечера, но, значит, догадливая мама однажды взяла и положила две конфетки. Мне было очень интересно, что сделает ребенок. Возьмет ли он себе, не поняв, а почему две за один кружочек, ведь мы бороду продолжаем как-то целенаправленно заклеивать. Он принес мне и говорит, мама, ты представляешь, Дед Мороз принес две конфетки, это тебе. Если честно, я забыла, что это я эти конфеты туда положила. Я же говорю, Дед Мороз существует. Поэтому, да-да-да, ждать чудо не стоит чудить и сами. Вот такое вот единственное дополнение. Соня, пожалуй, самый юный гость в нашей студии. Расскажи, как проходит твой Новый год и откликается ли тебе какая-то история из всех, что сегодня проразвучали? Конечно, откликается. Для меня это, как ни странно, тоже абсолютно семейный праздник. Несмотря на то, что я из поколения помладше, тем не менее, для меня это тоже традиция. Это всегда семья, это бабушка-дедушка, это тетя-дядя, это все братья. И как-то так сложилось, что мы действительно отмечаем Новый год. Ну, куранты, обязательно президент. Бенгальские огни дома. А потом уже, потом кто хочет, братья разъезжаются, я могу куда-то уйти. Но вот эта вот праздничная атмосфера, вот это волшебство и семейное тепло для меня – это самое главное в этом празднике. Есть у вас какие-то традиции семейные? Ну, на самом деле, когда уже все мои братья выросли… Как звучит мощно, братья. Да, у меня единственная девочка в семье, остальные братья. Вот у меня сейчас младший брат, он уже учится в четвертом классе. То есть он уже тоже, как бы, да, не совсем ребенок, и он уже тоже, к сожалению, не верит Деду Морозу. Вот. Раньше, ну, разумеется, подарки детям только под елкой, только там 1 января, вот это все. Письма тоже, разумеется, были. Помню, как пока вот братья были маленькие, дедушка наш наряжался в Деда Мороза. Ты верила? Да. Что это Дед Мороз? Я верила… Нет, я уже была тогда взрослая, но когда-то давно я действительно верила в Деда Мороза. Ну, правда, там казус один произошел, и мои, в общем, все детские грезы разбились. Наверное, лет 6-7 я поняла, что Дед Мороз – это мой отец. Как рано начинают переставать верить. Мне кажется, я до сих пор верю. Я знаю, что конфеты – это с маминой работы будут. Даже в нынешнем возрасте она все равно приносит их. Да, Наташ, только на нас эта сказка и держится. Да. Какая самая яркая история из Нового года? Хочется сказать, как отмечает сейчас молодежь, но не будем уж так сильно раздевать. Ну, на самом деле, самая яркая была не так давно. Она была просто странная, и я поэтому ее так сильно запомнила. Во-первых, для меня Новый год – это всегда подготовка. Я всегда заранее покупаю подарки всем за месяц, все заказываю, обязательно на подарочной упаковке. И, разумеется, стол, да, это там горячее, это обязательно салат, вот это все. Я очень это люблю. Без подробностей, а то... Очень. Тебело людям уже. Я понимаю, я понимаю. Да. Да, 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 да. Ну вот. И для меня это неотъемлемая часть. А так получилось, что пару лет назад я заболела перед Новым годом. Поэтому я встречала Новый год с кефиром. Так. Целый день я пила этот кефир. И, разумеется, когда уже пришли гости, куранты, мы все встретили, и все едят, и я сижу, и мне как-то и не очень хорошо, и не очень весело. Вызываешь, и себя ведешь. Да, да, да. И я в тот Новый год довольно рано ушла гулять с друзьями. А это было просто как-то спонтанно. Мы с улицы собрались, там, а пошли, там, на елку сходим. Ну вот это пустой город, классно. Вот. Не было никаких планов. И мы случайно встретили брата моей лучшей подруги. А он учитель танцев. Он учитель бачаты. Бачаты — это такие социальные латиноамериканские танцы. А я, чтобы вы понимали, вообще не умею танцевать. То есть для меня танцы — это просто вот какой-то темный мир, с которым я не знакома. И он говорит, у нас, говорит, вечеринка у моей школы. А вот тут вот недалеко пойдем к нам. И мы, значит, ну, почему бы и нет, в общем, пошли на эту вечеринку. И это было так здорово. Это был какой-то латиноамериканский бар, который уже сейчас, по-моему, не существует. И там вот эта атмосфера, где все люди реально танцевали вот эту бачату. И мне было сначала так неудобно, потому что я-то не танцую. Я-то не танцую. Я забилась в самый угол просто этого бара. Не дай бог, чтобы меня никто... Чтобы меня кто-то увидел, да? Ну тебя вытащили. Но в новогоднюю ночь нельзя спрятаться. Я ходила, да, я там по стеночке ходила, так сказать, до выхода еще. Но да, в какой-то момент меня все-таки перехватили. Просто нещадно затащили в эту толпу. Вот. И оказалось все очень здорово. Павел. Павел, расскажи о своем, самым ярком Новом Годе, возможно, рабочий, возможно, наоборот, который пошел совершенно не по плану. И ты... Есть ребята, которые бежали в ночь на 1 января куда-то от кого-то. Как у тебя проходит обычный Новый Год? Ну, я за ними гнался, видимо. Ага. Ну, это уже другая история. Их было семеро и один. Ну, а если про... Ну, давайте начну с традиций. Плавно перейду. Просто я принес гномиков. Это не случайно, как говорите, да? Да, очень милые. Да, да. Это парочка гномиков. Их, к слову сказать, сделала моя любимая жена Людмила. Ничего. Это часть традиции. На самом деле, вот, новогодние традиции для меня формирует и, собственно говоря, вовлекает в них. Это моя семья. Прежде всего, супруга. И, как уже не раз отмечено, это ребенок. На самом деле, если говорить по традиции, еще раз говорю, для меня их формирует моя супруга, которая каждый год... Во-первых, это начинается подготовка такая жесткая такая. Вот. У нее не сорвешься, да. И в этом плане, ну, в хорошем смысле, конечно... Хорошо, ты к нам сегодня вырвался. Да, да, да. Спасибо тебе. Она об этом не знает. Вот. Ну, так вот. Ну, так вот. Смысл в том, что вот эта подготовка, вот это продумывание меню. Каждый раз обязательно минимум одно какое-то новое блюдо. Вот это вот ей доставляет удовольствие, и через нее ты как-то вовлекаешься. То есть, да, прикольно, новое блюдо. А ты помогаешь готовить? Я умею готовить, но это почему-то никто не ценит. Ну, скрываешь, да, это? Да, да, активно. Ну, никто не ест, да, то, что я готов. Не доходит просто. Ну, я считаю, что я умею, да. Но я единственный с таким мнением. Вот. На самом деле, вот каждый год, ну, сейчас чуть реже, скажем так, в силу занятости с ребенком, она делала игрушки на Новый год. Что-то новое, какой-то декор и так далее. Это вот в одномике, собственно, сделала она. И каждый год оформлением у нас занимается супруга. И вот, как сказать, флажки, вот, кстати говоря, вот, тоже. Сделали? Да, обращайтесь, да, да. У нас уже украшен зал этими флажками. Вот для меня Новый год – это вот это предновогодняя, в хорошем смысле, суета. Когда вот 31 декабря все суетятся с этими, не знаю, там, салатами. У нас побеждает в баттле сельдь под шубой, вообще безоговорочно. Вот, вот, да. И надо сказать, что у меня супруга такая, так сказать, педальтичная к салатам, и не только. И вот она его готовит прям вот очень основательно. Она достает косточки. Вот, мельчайшие, мельчайшие, просто, просто. Мне кажется, я должна посетить семейный праздник Павла Зайцева, потому что там их... Все к Пашу идем. И сельдь под шубой. Только если пригласим вот брата с бачатой, вот, только после этого. Вот, и кефир, конечно. Так вот, смысл в чем? Вот этот салат настолько вот она готовит скрупулезно, что она его готовит поэтому редко. Поэтому для меня вот этот дополнительный вот бонус Нового года, что есть сельдь под шубой, которую я очень люблю, особенно в ее исполнении. Вот, и вот эта вот новогодняя суета, она еще вот это очень сильно доставляет, каким вот моментом? Вот это ломится весь холодильник, но при этом не трогай этого Новый Код. Да, да. Зови нас уже, мы намекаем и намекаем. Как говорится, да, не трогай сосульки, это Новый год, вот, ешь снег, это тоже... А 1 января уже быстрее ешь, а то пропадет. Да, 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 ну, да. Мы где-то рядом живем, мне кажется, то есть какие-то схожие традиции. Потрясающе. Невероятно. Мы еще не говорили о подарках. Свет, расскажи, какой для тебя самый запоминающийся подарок был на Новый год? В принципе, для меня самым главным подарком было то, что мои родители со мной, потому что они военнослужащие оба, да, и часто я на Новый год оставалась одна. И когда были родители все, и вся семья была вместе в сборе, это был самый главный подарок. Да, вот, я бы хотела еще добавить, я много вчера тоже истории рассказывала своим коллегам, когда Катя доставала письма, кто-то еще что-то доставал, да. И когда вот сейчас Саша Сидоренко рассказывал о том, как он был Дед Морозом, как его там куда-то похищали, везли в машину, вот у меня такая есть такая небольшая история. Мы с сыном 1 января ехали в такси, и ему было 6 лет, и, в принципе, уже такая вера в Деда Мороза пошатнулась уже, да. То есть он разоблачил, скорее всего, нас, когда мы тайком в 12 ночи под елку клали подарок. Сейчас Наташа опять начнет волноваться, не надо уже. Я думаю, что Наташа уже успокоилась к моему рассказу о том, что все-таки Дед Мороз такой... Она знает, вчера я эту историю уже слышала. Да, и с нами поравнялась такси, и там сидел Дед Мороз. У сына были огромные глаза, он такой, Дед Мороз, в машине утром 1 января. И, значит, мы поравнялись... Да, я, кстати... Так вы и познакомились. И вот с нами поравнялся это такси, и он начал нам махать, открыл окно, начал махать, там сын в ответ его передавал приветы. Несколько раз мы с ним равнялись с этой машиной, и когда мы подъехали уже к нашему дому, подъехало тоже это такси с этим Дедом Морозом. Он вышел и говорит, привет, значит, моему сыну, достал вот этот вот леденец. Уверяю вас, это тот самый леденец здесь. Дед Мороз немножко выцвел, да, подарил ему. И он был в таком шоке, что Дед Мороз существует. И он настолько поверил, что этот леденец волшебный, что он положил дома в коробку. И вот спустя 7 лет я эту историю вспомнила. Еще такая есть у меня история, я ее называю такая загородная ирония судьбы, такая киношная, которая была. Это был 2009 год, еще с моим будущим супругом мы встречали его вместе со своими друзьями, планировали встречаться со своими друзьями. Поехали за город к семейной уже паре, Садовая 6. Паша, походу, там тоже был. Садовая 6. Нас встретили, было очень много людей, нас очень радушно встретили, проводили к столу. Мы спрашиваем, а где Петя с Леной? Ну, они встречают еще каких-то гостей. Проходит какое-то время, заходит пара Пети с Леной, и мы просто опешили, потому что это были не наши друзья. Вообще, ну да, с такими же именами. Мы были просто в шоке. Но пока мы их ждали, мы подружились, да. Это были очень веселые. Они нас усадили за стол, ни в коем случае нас не отпускали. Просто посадили, мы встретили. Вот, Петя, Лена. Какая разница? Вот, и с совершенно незнакомыми людьми. Но на тот момент, когда уже били куранты, нам казалось, что это мы добрые, давно добрые друзья, да. Вот. И это оказалась большая компания туристов, и это изменило всю нашу жизнь, потому что с тех пор мы начали вместе ходить на байдах. Мы собирались... Все самые туристы! Да, это те самые туристы, о которых я много лет рассказываю на ТВ-губернии, вот. И с этими туристами мы познакомились как раз тогда, в ночь 2008 на 2009 год. И с тех пор они с нами, да, вот такое чудо, потому что... Невероятное волшебство, правда. Это волшебство такое уже во взрослом возрасте. Александр, что услышал в этой истории себе родной? Да нет, ну очень много, я говорю, тут каждый говорит, откликается же. Но мне не очень нравится ирония по поводу, ну, существует. Наталья, я вас поддерживаю. Ура! Нас становится больше. Каждый настоящий артист, кто работает Дедом Морозом, поверьте мне, это и я с этим тоже сталкивался. Ну, маленькую, одну такую, чтобы не запомнился то, что меня увезли там и все. Вот допустим. Допустим, ну хорошо, вот, пожалуйста, отработали мы утренник, прекрасно отработалися, довольно подходит один мальчик, он так обнимает, что может, ну, в смысле колени. Он тебя обнимает и плачет, стоит, плачет горючими слезами. Я говорю, ты чего? Ты чего плачешь? От счастья. Вот что вы должны чувствовать Дед Мороз? Это, конечно, не волнуйся, у тебя все сбудется, все будет хорошо. И в эти слова ты все равно вкладываешь, ну, ту энергию, с которой он потом живет. Понимаете? У меня глаза начинают. Вот, 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 вот эти моменты, я говорю, сейчас вот студенты мои, возвращаемся к мандаринам, они вот первые у них пошли вот эти елки, я говорю, Федор, Дед Мороз роль хорошая. Я говорю, давай, давай, Федя, давай учись. Он, я понял, Александр Николаевич. Главное, самому не растрогаться в этот момент. Ну, пошел. Карина, мы тут сегодня говорили активно про традиции. На твой взгляд, нужны ли они вообще? Может быть, без традиций хорошо? Очень хороший вопрос. Мне кажется, что да. Но так как я провела эту ночь в мыслях о том, что традиция должна какая-то быть, я решила взять с собой книгу, да, отвечая сама себе на тот вопрос, ну, что же может придать человеку вот этого новогоднего настроения? Гадать сейчас будем по строчкам. Да, дать какой-то атмосферы. Я подумала, ну, во-первых, когда приходишь с книгой, выглядишь человеком серьезным, да. Поэтому тебя не спрашивали долго. Да, 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 я просто слишком по-умному выглядела, если можно так выразиться. Во-вторых, как бы, да, радиоведущие. Ну, хотелось бы сказать, что это вам не шутки шутить. Мы еще и читать умеем. Поэтому сейчас я вам это докажу. Шучу. Я взяла с собой Гоголя, если угодно, Николая Васильевича. Это ночь перед Рождеством. Там, конечно, про Рождество, но, тем не менее, если читать это произведение, а хотя читать его, не вспоминая тот прекрасный фильм, где Миллер играет главную роль уже невозможно, и все вот в этой какой-то закреплении. Невероятный, да, да, да. Коллаборация, ну, точно приносит хорошее новогоднее настроение. Вот такое, каким оно должно быть. Но я случилась так, что попала в семью довольно циничных людей. Своих традиций новогодних у нас не было. Я раскусила бабушку в костюме Деда Мороза. Я раскусила, наверное, года в три. Потому у меня был дед. Ну, я не знаю, карты, видимо, жребень. Да, да, да. В семье. У меня был дед и патриархат в семье. Они пытались наоборот обмануть эту систему. Поэтому бабушка играла роль Деда Мороза. Я как бы сразу ее раскусила с этой мыслью, смирилась. Ну, в три года у тебя еще и нет веры в какие-то чудеса. Ну, как бы бабушка Деда Мороза и бабушка Деда Мороза. Ну, такие традиции. Так бывает. Да, из этого, пожалуй, все. И вообще мои родители довольно рано стали уезжать из дома, оставляя меня одну. Как бы в том прекрасном возрасте... Это, кстати, хорошая история. Вы так не молчите. В том прекрасном возрасте, когда мне уже как будто бы с ними было не совсем интересно. Но еще не в том возрасте, когда мне было интересно без них. Вот. И я была обречена на поиски какого-то товарища или подруги, да, у которой тоже семья, ну, без особых традиций, чтобы не ждать, когда они отсидят у себя дома, встретят Новый год, а потом придут уже ко мне. В общем, вот такой вот циничной бандой мы собирались каждый год. И была одна новогодняя традиция – доставать с чердака старые гирлянды, потому что новых не было. Вот. И, значит, играть в «Электрика», перекручивать розетку. Я делаю это профессионально, могу починить все, что угодно. Главное, чтобы была изолента. Вот. И хотелось бы еще коротко. Естественно, синяя. Ну, конечно. Как и некоторые люди, но мы сейчас не об этом в Новый год. Хотелось бы еще рассказать одну короткую новогоднюю историю, которую можно назвать чудесной. Я заканчивала театральный факультет наш. Чувствуется. Естественно. Вот. И, естественно, как все актеры, я в какой-то момент была обречена играть на елках тех или иных персонажей. Но так случилось, что актерское мое амплуа не давало мне быть ни Снегурочкой, ни принцессой. Баба Яга, Кикимора. Год свиньи, конечно, лучшая из тех хавроний, которая бывала в чем-либо саду. Вот. И вот однажды случилось так, что, видимо, ну никого не нашли. И закончились во всем Воронеже Снегурочки. Мне позвонили и сказали, Карина, пойдешь? Я такая, ну, конечно, да. Сейчас я в это... Я говорю, какой размер костюма? Они меня называют, не скажу это вслух. Говорим, подходящий. Берем. Они говорят, ну, такое дело, что и Деда Мороза тоже нет. Нужно тебе взять кого-то с собой. Я думаю, ну как вот в этот момент моего апогея, я не знаю, театральной карьеры, когда я сейчас буду играть роли, которую мечтала после Каренина и Джульетты. Вот. Я буду Снегурочкой, у меня еще нет Деда Мороза. И я смотрю на своего мужа. Мы тогда не так давно познакомились. Он к актерской профессии не имеет никакого отношения. И я так прикидываю, думаю, ну, в принципе, если борода, если шапка, ну, вполне себе сойдет. Мы, значит, приезжаем, простите, на этот заказ. Я, значит, наряжаю свой костюм. Он был потрясающий. У меня еще и были сапоги на каблуке. А во мне метр семьдесят семь. В моем муже метр семьдесят семь, как он думает, на самом деле метр семьдесят пять. В общем, Снегурочка и Дед Мороз в одну секунду превращаются в кабарет-дуэт-академию. И как вы понимаете, вот, казалось бы, был шаг до того, чтобы вот это волшебство произошло. Я сыграла свою лучшую роль, но я сыграла опять свою стандартную роль. Это было больше похоже на Мурдюкова, который говорил, маменька, ауди нравится. И вот Снегурочка отвела, как бы, весь этот корпоратив. Мороз просто ходил в своем длинном костюме, который волочился у него, знаете, как дети без призорники. Молча с потухом и носил мне подарки в мешке. А хотелось бы сказать, что новогодние традиции, наверное, важны. И вот сейчас тоже с появлением ребенка, как здесь у нас принято. В нашей секте по-хорошему скажу. Да-да-да. Я думаю, что их нужно как-то пытаться ввести. Все. Потрясающе. Браво! Ну, мы тоже подготовились. Рома, с чем у тебя стыдится Новый год? На самом деле, мы здесь все телевизионщики, родительщики. И для меня было удивление, что никто не говорит, что смотреть телевизор. Может быть, у меня слишком наивно, но каждый 31 декабря, с детства, я встаю пораньше, хоть я этого очень сильно не люблю делать, и включаю мультики. Потом сказки, потом традиционный фильм. Поэтому сегодня я принес пульт, чтобы сидеть и все 31 декабря и по 2 января щелкать самые любимые свои программы. Музыкальные. И тогда, кстати... Канал ТВ Губерния. Теперь ты канал ТВ Губерния. Это, кстати, подводка к тому, что моя мечта идет как раз таки с Нового года. Когда-то 4-5 лет мне было. У нас был старый телевизор, и папа отправлял меня переключать вот эти каналы. И я стою у этого телевизора, голубой экран, голубой огонек, по-моему, идет, новогодняя ночь. И я стою и думаю, как я хочу что-то вещать с этого экрана. Спустя годы я сейчас вещаю как раз таки в канун Нового года. Казалось быть, ящик, о котором никто не сказал, а для меня целая жизнь оказалась. Чудеса. Чудеса все-таки случаются. Потрясающе. Я тоже сегодня пришла не с пустыми руками. Это вот очаровательный Дед Мороз. Потому что в моей семье всегда как-то есть дети. У меня младшие сестры, братья, брат. Поэтому у нас всегда был Дед Мороз. Сначала это наряжался папа, потом его друзья, потом знакомые. И вот так вот каждый раз это кому-то роль доставалось. Но без Деда Мороза у меня не проходил ни один Новый год. И так и продолжается. И я по-прежнему сама верю в чудеса, потому что без чудес, мне кажется, вообще сложно представить Новый год. Это вот волшебство, оно повсюду. Поэтому спасибо вам большое, друзья, за такое невероятное ток-шоу. Спасибо за ваши истории. Это было ток-шоу. Такие разные. И мы его ведущие Людмила Чуйко и Роман Пеканов. До встречи на Твое губернии и не переключайтесь. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин